Это Финам.ФМ, ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер, господа. Сегодня у нас будет очень сложная тема. События последних дней, недель, месяцев, да и, можно сказать, последних лет, вызывают лично у меня очень большое беспокойство. Тема программы «Роста жестокости в российском обществе. Причины и последствия». Вот если взять информационные ленты, с которыми мы, журналисты, работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то по их прочтению многие из нас становятся в буквальном смысле больными людьми. В полном понимании этого слова. Потому что то, что приходится переваривать, то, что приходится пропускать через себя, заставляет задуматься вообще, что происходит в нашей стране. То есть можно, конечно, пинать и пенять государство, власть, но, по-моему, у нас изменения происходят и в наших головах. Создавляюсь, я вам представляю моих гостей. Начну с единственной гости, дамы среди нас, мужчин. Это Галина Чередник, психолог. Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Степан Львов, руководитель управления социально-политических исследований в ЦИОМ. Степан, рад видеть, добрый вечер. Здравствуйте. И Владимир Козлов, писатель, автор книг «Гопники», «Школа Эмма». И вот, Владимир, я так понимаю, это новая книга? Не совсем. Это последняя на сегодняшний день. Дневник «Пацана с окраин». Добрый вечер. Здравствуйте. Напомню, средство коммуникации для вас, уважаемые слушатели, многоканальный телефон, его номер 651099, 6, код Москвы 495. Это финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Кроме того, на портале идет прямая веб-трансляция из московской студии финам.фм. То есть можно не только слушать, но и смотреть, и принимать активное участие, высказывать свои мнения и соображения. Степан, позвольте вам первый вопрос задать, как социологу, да, то есть человеку, который апеллирует с цифрами, с сухими цифрами. Вот это мое беспокойство. Насколько действительно оно подтверждается в тех исследованиях, которые вы проводите с коллегами, да? Российское общество – жестокое общество? Ну, мне кажется, любое общество, современное общество, оно жестокое. Жестокие общества западные, на которые мы часто ориентируемся и на которые пытаемся равняться. Это жестокие восточные общества, жестокие ближневосточные общества. Но, в принципе, сегодня, наверное, нет такого общества, которое можно было бы назвать буквально таким нежестоким. Везде эта жестокость проявляется по-разному. У нас проявления, конечно, свои особенности, безусловно, есть. Формируется, конечно, жестокость, она под влиянием разных причин, ну, прежде всего, наверное, глубинных каких-то исторических причин. Если бы были историки, они бы нам привели столько примеров жестокости, что нам пришлось бы ужаснуться. За тысячелетию историю. А сегодняшняя картина, которая нам представляется, ну, которую мы считаем жестокой, она может показаться нам каким-то детским лепетом по сравнению с тем, что происходило у нас в стране. Но, вместе с тем, конечно, нельзя кивать и делать скидки по этому поводу. Безусловно, жестокость, она и зачастую действительно зашкаливает, и проявления ее бывают весьма разные, болезненные. И, конечно же, пессимизм по этому поводу у наших сограждан, конечно, очень высок. Ну, если что касается сухих каких-то цифр, ну, можно разные цифры приводить. Самый, наверное, показательный пример – это доля тех, кто поддерживает, например, смертную казнь. Вокруг этой темы бьется столько копий, ломается столько копий, люди отстаивают позиции с пеной у рта. Но ситуация, она, конечно, весьма сложная, потому что большинство, ну, я говорю большинство, потому что 45%, почти половина населения страны сегодня ратует за введение смертной казни. Однозначно, что они поддерживают. Однозначно, моратория, да, и считают, что только вот такая позиция жесткая по отношению к преступникам, как они считают, должна, поможет нам искоренить вот это действительно зло. Ну, а противников смертной казни у нас, к сожалению, очень мало, 18%. Представляете, ну, примерно, даже менее, чем каждый пятый, это каждый шестой получается. Только один из шести у нас является противником смертной казни. Ну, можно делать определенный вывод о том, какой уровень жестокости, ну, можно судить хотя бы на этих цифрах. Это Степан Львов. Галина, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, профессионал-психологам, какое оно российское общество? Вы знаете, во-первых, я хотела... То есть мы, мы, да, вот все мы. Да, то есть мы тоже общество, верно? Мне хотелось бы уточнить такую вещь. Жестокость, вообще, что мы имеем под этим понятием? Какое значение мы вкладываем в это? Жестокость ведь можно рассматривать с разных сторон, да? Это защита своих собственных границ, правильно? Либо нарушение других личностных границ. С какой целью это все? Какого уровня жестокость? Про что мы вообще говорим? Вот мне хотелось бы просто... Ну, понимаете, что меня побудило действительно пригласить вас и обсудить эту тему, да? Накануне в Ютьюбе я увидел ролик, который характеризует ситуацию на российских дорогах. Это такая нарезка. Очень жестокий ролик. Очень. Вот вы абсолютно справедливо говорите ограничение собственного пространства или защиту собственного пространства, да? Лично воздействие на внешнее окружение. Вот в этом ролике я вообще не хожу никакого объяснения. То есть то, что творится на российских дорогах, как мне представляется, на самом деле это производное от того, что происходит в обществе, да? Мало того, что это беспредел, это жестокий беспредел. Это необъяснимая агрессия по отношению к человеку, который, ну, передвигается на соседнем автомобиле, да? Это, простите, российские дороги, это зона мордобоя в буквальном смысле этого слова. Вот это меня побудило. Общаясь со своими помощниками, да, они мне сказали там, а вот ситуация вообще сложно объяснимая, когда отец убивает дочь, собственно. Это вот история последних суток, да, известная. Я просто не хочу в подробности туда уходить, да? И вот это вот все, вот это я воспринимаю, как вот, знаете, Галина, необъяснимая для меня, необъяснимая ситуация. То есть, когда жестокость уже зашкаливает, запредельная, да, и тогда уже непонятно вообще мотивы этой жестокости, что мы, что тогда происходит. Правильно я понимаю? Да, да. Ну, я хочу сказать, что жестокость, она вообще не возникает просто так и не возникает вот прямо сейчас, раз и возникла. Мы знаем прекрасно, что в детском возрасте жестокость, ну, довольно часто проявляется. И все говорят, что дети жестоки. Ну, есть такое понятие, вы согласны с собой? То есть, говорят, более жестоки, чем взрослые. Тогда получается, что дети жестоки и жестоки взрослые, тогда тоже же можно сказать, что у детей немотивированная жестокость, правильно? Но они тоже отстаивают собственные границы. Тогда здесь дело в том, что для детей, если это естественный процесс, то есть это как раз проба того, что происходит в жизни, установление своих личностных границ, проверка правил, тех, которым им взрослые говорят, что нужно жить по этим правилам. Для детей есть такой статический мир, а для взрослых он динамический, то есть он изменяется. Другое дело, что взрослые начинают себя вести так, вроде бы как дети. Они начинают играть в игры, в детские игры, в игры в жестокие. Но у них другие мотивы. Мотивы уже тогда... А какие мотивы? Человек достает из автомобиля биту и начинает бить в буквальном смысле, да? Да. Это же вообще тихий ужас. Да, можно я выскажусь по этому поводу. Действительно, мотивы... Я буду просто пояснять, кто говорит. Хорошо. Так, мотивы у нас, если мы анализируем действительно социальные мотивы, то в глубине каждого факта агрессивного поведения, каждого факта жестокого поведения, всегда лежит определенный мотив, желание сделать, подстроить мир под себя. Сделать его, выстроить его по собственным лекалам, по собственным принципам, по собственной схеме, да? Даже дети, даже дети, которых мы считаем жестокими, у них пока нет того опыта, который удерживает их. Регулирующего начала. Да, регулирующего начала появляется в ходе социализации, когда человек увлекается в общество, начинает понимать правила игры, воспринимает какие-то ценности и уже знает, какие последствия могут быть от его жестокого поведения. Но вместе с тем, вот этот заряд, он непреодолим в течение всей жизни. То есть вот такое желание построить мир и сделать это наиболее простым, доступным способом, как раз жестокие и агрессивные способы, они являются наиболее понятными, прямыми и действиями, которые предполагают немедленные результаты. То есть человек хотел чего-то добиться, да, от окружающих, вот он этого может добиться как раз с помощью агрессии, с помощью тех мер, которые считаются в обществе жестокими. Действительно это так. Ну, есть еще и другие, наверное, мотивы. Конечно, дети младшего возраста только начинают понимать, а вот еще есть жестокость такого плана, жестокость, например, правителей, да? Вот мы говорим, когда сразу вспоминаем жестоких тиранов прошлого, там, 20 века, Гитлера со Сталиным и так далее. Недалекого прошлого, да. Недалекого прошлого, но у них тоже определенные мотивы имеются, скорее всего. Это тоже, ну, опять же, приходим к тому же, поиску наиболее простого и действенного способа подчинить себе окружающий мир. То есть, пусть мир прогнется под нас. Это девиз, который мы все с удовольствием разделяем. Напеваем, да. Подпеваем, да. И он становится для нас руководством к действию, и мы становимся жестокими в отношении окружающих. У меня такое объяснение. Владимир, вот ваш взгляд на эту проблему, да? Как вы считаете, эта проблема обостряется? Может быть, на меня повлияло, ну, эти события, эти просмотры, да? И я сгущаю краски. Может быть, на самом деле, российское общество очень гуманно по отношению друг к другу, люди. Ваш взгляд? Нет, ну, российское общество ни в коем случае не гуманно. Да, это очень жестокое общество. У каждого общества какие-то свои причины, почему оно стало таким. Говоря про нас сегодня, я смотрю вот на 20-25 лет назад. Я вспоминаю свое детство, я вспоминаю еще времена Советского Союза. Ведь это был режим, построенный, в общем-то, на насилии, на принуждении. И я вижу связь между этим, я вижу связь между каким-то насилием общества, насилием государства и тем насилием уже, которое проявляют люди. То есть есть корреляция? Конечно, абсолютно. И я считаю, что, несмотря на то, что там прошло 20-25 лет, вот это наследие советских времен, оно еще далеко не изжито. Люди, даже хоть это, они не хотят этого признавать, они не хотят этого замечать, но они живут еще вот многие с той самой советской ментальностью. А уже на каком-то там подсознательном, чуть ли не генетическом уровне, это еще более сильно. Ну а на ваш взгляд эта ситуация обостряется? Ну это сказать невозможно. Ну вот у меня такое чувство обостряется, потому что на дорогах Москвы вообще невозможно ездить. Я бы, наверное, не согласился, что она обостряется, но она уже находится в такой точке, где уже необходимо что-то делать с этим. Потому что, ну вот, как-то еще чуть-чуть общество очень агрессивно, очень склонно к насилию. Галина, как профессионал, что скажете? Это вообще проблема решаема? Ну вы знаете, я думаю, что это проблема регулируемая, скажем так. Ее можно несколько регулировать или корректировать. Как? Все взрослые люди. Ну, естественно. Ну мы, вот сейчас, например, я хочу провести такую вещь сказать. Почему мы говорим о России? Ведь жестокость, она в любом обществе проявляется. Да? В каждом по-своему. В любом обществе. В каждом по-своему. То есть получается, что у России есть какая-то особенность жестокости? Я в Европе такого состояния беспредела на дорогах не видел никогда. Ну тогда, если относительно дороги, то это должно регулироваться законом. Согласны? Всем известно, где закон в России. Где? В каком месте он находится. В недалеком. В недалеком. Да. Я так мягко скажу. В недалеком. Есть, понимаете, белые пушистые, а есть еще более пушистые и более белые. И, кстати, я почему о дороге постоянно говорю. Это лакмусовая бумажка. Особенно вот в условиях нашего мегаполиса. Ну вы знаете, я не езжу на личном транспорте, я езжу общественным. И вы знаете, я вот проследила для себя такую вещь, что на протяжении, допустим, шесть лет я езжу в Москву, и я заметила такую тенденцию поведения людей в метро. Говорят, что жестокие там и невнимательны к другим молодежь. Это неправда. Во-первых, я заметила, что жестокость начала проявляться у людей среднего возраста и старшего. Ну, если раньше я этого не замечала, а вот в последнее время замечаю, солидная женщина за 50. Понимаете, у нее уже модель поведения такая, что она расталкивает всех, и ей нужно вперед. Или она обходит с той стороны, где идут, допустим, полиция наша, да. То есть ей наплевать на то, что все остальные идут. Или мужчина средних лет, или там, допустим, ну за 50, с большим портфелем, он тоже мчится вперед, он не замечает этого. Все люди заняты, да. Все заняты, понимаете. И тогда можно провести такую вещь, что независимо от возраста, эта тенденция стала проявляться ярче. Этому есть объяснение социальное, экономическое, финансовое. Конечно, но объяснение здесь можно, знаете, можно все объяснить с точки зрения социальной, экономической, политической. Но моя позиция такова, что если мы здесь собрались, то, следовательно, мы хотим понять, как действовать каждому из нас в подобных ситуациях. Да, наша роль, конкретно каждого из нас. Или я неправильно понимаю. И как уменьшить эту агрессию, это жестокость. Да, или я неправильно понимаю нашу позицию. Правильно. Правильно. Тогда я могу сказать за себя, ну, как психолог профессиональный, ну, по крайней мере, считаюсь таковым себя. Я работаю в Центральной универсальной научной библиотеке, начальником психологической службы. И являюсь председателем Московского объединения библиотечных психологов. Это вот моя конкретная идея создания такой общественной организации с поддержкой моего директора Оксаны Чувельской. У нас есть такая организация сейчас, общественная. На мой взгляд, людям не хватает психологических знаний. Вот, допустим, если в Америке в страховку вписана психологическая помощь, и там еще даже сделано, так разумно может быть, ну, с моей точки зрения, сделано так, что бесплатная психотерапевтическая или психологическая помощь оказывается низкоквалифицированными специалистами. Но она цепляет на то, что нужно идти и искать более высококвалифицированных. Так. И там считается хороший психолог и психотерапевт после 45 лет. То есть тогда, когда у человека есть не только знания, а есть свой человеческий опыт, который он может показать, поделиться, скажем так, при решении некоторых проблем людей. У нас что происходит? У нас сейчас, вы в курсе, что у нас сейчас психологи выводятся из образования, из школ? Нет, еще не в курсе. Очень хорошо так. Очень хорошо? Это прекрасно, конечно. Ставки выводятся, потому что школе нужно сэкономить деньги. А статья оказания психологической помощи, ну, то есть финансовая статья, она остается. Тогда что приходится делать в школе? Тогда они выходят на психолога и делают ему социальный заказ. Ну, например, диагностика поступающих в первый класс, готовность детей к школе. Там направления, особенности, способности и все прочее. Но это ведь получается не разовая, это разовая психологическая помощь. Это не система. А нужна система? Естественно. Причем как детям, так и взрослым? Конечно. То есть вы говорите, если я вас правильно понимаю, общение с психологом позволяет нивелировать? Ну, по крайней мере, выносить некую коррекцию. Но готовы ли россияне вот так вот откровенно общаться? Вы знаете, я хочу сказать, что готовы. Вот если... Но я основываюсь на своем личном опыте. Да, безусловно. Здесь у каждого свое. Я могу точно сказать, что у молодых людей психологические знания намного выше, чем у людей среднего возраста и у людей там за 50-60 и все прочее. Это то, о чем говорил Владимир, советское прошлое. Они готовы. Молодежь готова к новым знаниям и готова к психологическим знаниям конкретно. Они не только их готовы брать, они готовы их использовать в своей жизни. То есть... Да, абсолютно согласен и хотел бы поддержать вот эту точку зрения, что действительно молодежь, она у нас начинает ориентироваться на такие стандарты, когда действительно психология уже не является для нас чем-то отдаленным и не касается... Да, даже западным. Но мы проводили исследования тоже и пытались выяснить, кто мог бы обратиться за помощью к психотерапевтам, к психологам и так далее. Доля таких сограждан, к сожалению, ничтожно мала. Сейчас просто боюсь ошибиться. Там, наверное, меньше 10% людей, которые рассматривают для себя вот такую возможность решения своих каких-то личных проблем посредством обращения к психологам, к психотерапевтам, ну и специалистам. Что касается западной модели развития нашего общества, нашего, скажем так, человеческого капитала, то, к сожалению, у нас позиция наших сограждан, она как раз противоречит этому. Когда говорят о таких вещах, как толерантность, как терпимость, как, скажем так, лояльность, милосердие и так далее. Ну, милосердие еще понятно, оно как бы русское слово и вполне осязаемо, понятно, да, милосердие это наше. А вот что касается толерантности, когда ты, может быть, не имеешь каких-то внутреннего, какого-то внутреннего побуждения сочувствовать людям, которые попали в трудную, находятся в трудной ситуации или в какой-то невыгодной ситуации, социально невыгодной ситуации, то, ну, самая распространенная оценка, это, ну, как реакция, это, ну, пренебрежение, да, к такой позиции. Ну, как бы мы начинаем издеваться над теми, над той же самой политкорректностью. Я не знаю, я не начинаю издеваться, я не знаю, про кого вы говорите сейчас. Да, нет, я говорю о существенной доле наших сограждан. То есть мы, с одной стороны, мы видим, что где-то на Западе действительно кто-то хорошо живет. Хотим так жить, но при этом разделять те ценности, которые привели вот это западное общество к такому процветанию, на наш взгляд, мы не готовы. То есть эти ценности, они нами разделят. Конфликт интересов. Да, ну, да, но это касается и психологических аспектов, и экономических аспектов. То есть все те ценности, я имею в виду те ценности, которые лежат в основе, являются базовыми для западного общества. Ну, например, те же самые, то же самое социальная активность, экономическая активность и, скажем так, обеспечение такого социального порядка путем подавления. То есть понятие свободы на Западе и понятие свободы у нас достаточно сильно отличается. Свобода на Западе предполагает свое какое-то ограничение собственной свободы. То есть другой человек свободен настолько, насколько я ему не мешаю быть свободным. Или наоборот. Ну, это про личностные границы как раз. Да, безусловно, да. Я с вами соглашусь, потому что, на самом деле, это отношение к власти. Вот то, что у нас, допустим, происходит, как сегодня, например, глава МВД заявляет о том, что он сожалеет, что инопланетян не может принимать на работу в полицию. Понимаете? Таких примеров я, как журналист, могу привести массу. За день периодически редакция сотрясается от хохота. Ну, мы получаем, да, вот эти вот релизы, эти сообщения, эти интервью. И когда мы же дотошные люди, мы же построчно все читаем, да. И вот такое там, и другое. Или МВД у нас самооткрытое к диалогу министерства. Ну, просто вот Рашид Нургалиев в последнее время очень генерит много подобных высказываний. И так далее, и так далее. На Западе это не пройдет. Этот министр уходит в отставку сегодня, после вот этих слов. И все. У нас другая цена. Я с вами согласен, Степан. Я хочу понять, Владимир, а вот как вы считаете, в этой системе координат, что первично-то? Межчеловеческие отношения или давление государства, которое, в общем-то, живет само по понятиям, но при этом декларирует, простите, сам ВОНа правовые нормы, да, соблюдение закона, там, нравственные нормы. А можно я сначала прокомментирую вот эту предыдущую идею о психологической помощи? Честно говоря, я вот представил себе этих ребят, хулиганов с рабочей окраины, как они приходят к психоаналитику, ложатся на кушетку. Честно говоря, как-то так довольно веселое зрелище. Ну и вообще, в той же Америке, при всей, я так понимаю, очень серьезной психологической помощи, там постоянно случаются расстрелы в школах, в институтах, то есть вряд ли это та модель, к которой мы должны стремиться. Ну и вот, отвечая сейчас на этот вопрос, ну, естественно, государство задает во многом ту модель поведения, которую люди уже переносят друг на друга. Естественно, если государство не соблюдает законы, естественно, если государство там устраивает, или там какие-то его представители устраивают беспредел, то у людей это как-то откладывается в мозгах. Да, прекрасно так можно поступать и по отношению к другому человеку. Естественно, я считаю, что это вот влияет на то, как люди ведут себя по отношению друг к другу. Нет, мы, наверное, все-таки имеем то государство, которое заслуживаем. Государство, которое у нас есть, оно является зеркальным отражением нашей внутренней сущности. И сначала мы должны над собой поработать, а потом уже спрашивать государство. И я думаю, что государство представляет те же люди, которые живут в нашем обществе, не инопланетяне, которых мы пригласили, и в которых есть совершенно... То есть это не люди, которые живут в вакууме, оторваны, настолько оторваны от нас. Хотя на самом деле определенная оторванность, согласитесь, существует, и она увеличивается. Я имею в виду ее расстояние, в первую очередь, по материальным показателям, да? То есть вот гигантский разрыв между верхней планкой, небольшой группой людей, и нижней планкой, которая очень большая. Разрыв не сущностный, разрыв, скорее всего, только во внешнем поведении. Думаете? Внешнее поведение действительно отлично, ну как бы... Но человек, который у нас считается статусным, человек, который достиг определенного социального статуса, играет определенные социальные роли, тот у нас, как правило, демонстрирует такое поведение. То есть поведение его... Это агрессию поставить себе, да? Да, это некая агрессия, это некоторая попытка защитить себя и показать. То есть, опять же, я как бы вернусь к своему исходному тезису, что мотив нашего поведения агрессивного, это прежде всего желание подстроить, подстроить, построить, да? Вот взять кавычки и построить окружающий мир по своим собственным... Ну, в психологии это называется проекция. Возможно. Нет, ну, на самом деле, вот, Галина, мне тоже очень сложно представить россиян, лежащих, сидящих на кушетке и так далее. Вот смотрите. То есть это... Вот я стопроцентно уверен, что это не решит проблему. Подождите. Ну, у вас... Вот если мы сейчас здесь даже не можем понять, что такое психологическая помощь, вроде бы все такие люди собрались грамотные, заинтересованные, реально пытающиеся что-то понять. Психологическая помощь — это не лежание на кушетке. Понимаете? Психологические формы разные... В психологической помощи разные формы. Понимаете? Это и лекции, как просвещение. Это интерактивные занятия. Это и помощь, чтобы понять себя, познать себя больше. А как это... Подождите, стоп. Вот технически как это? Что? Вот осуществить. Вот водители, да? Миллионы водителей здесь, в Москве. Так. Им что сказать? Приходите на лекцию, они пошлют всех к проматери истории. Нет, вы знаете, я хочу сказать, что всегда против силы найдется сила. То есть вот тот человек, который бил... Принуждать? Нет, подождите. Тот человек, который бил, берет биту и бьет там... Соседа. Соседу. Он прекрасно понимает, что в другой ситуации ему точно так же их разобьют. Не знаю, понимает он или нет. Ну, если он не понимает, то жизнь ему это покажет, рано или поздно. То есть, понимаете, нельзя нарушать границы другого человека, не получив за это в ответ. Всегда найдется тот, кто будет сильнее. Но это общество насилия. Сила вытесняет силы. Ну, понимаете, но мне очень трудно вам противостоять, потому что вы тоже как раз вот сила. Понимаете, вы настолько может быть заражены вот этой ситуацией на дорогах, то, что происходит. И для вас, наверное, действительно это сильно так впечатлило. Я согласна с Владимиром, что, естественно, есть модели поведения сильных мира всего, скажем так. Всегда, ну, более сильных, там, как вы говорили, статусных, государственных, в этом плане вы говорили, правильно я поняла? Ну да, я про это говорил. Но вот эта формула поведения, кто сильнее, тот и прав, здесь я, наверное, с вами не могу согласиться. А я не сказала про то, что кто сильнее, тот и прав. Нет, вы сказали, что если ударит когда-то, ты ударишь, когда-то тебя ударит. К сожалению, это не работает. Ты вернется буберангом, да. Человек все равно ищет того, кто, грубо говоря, кто слабее. И если там сам получает от того, кто сильнее. Ну вот это, если уже такой менталитет. Вы знаете, я тут слегка подготовилась и просто хочу немножко так статистики. Ведь у нас больше всего жертвами насилия, это становится как раз слабое, да. Например, ежегодно две тысячи детей становятся жертвами убийств и получают тяжкие телесные повреждения. Каждый год от жестокости родителей страдают два миллиона детей. От жестокости родителей. Мы сейчас не про дороги говорим. И 50 тысяч, ну это такая статистика, понятно, что это есть как еще, это легкие такие цифры. То есть они имеют еще, скажем так, тенденцию увеличиваться, то, что реально на самом деле есть. 50 тысяч убегают из дома детей. Ежегодно 5 тысяч женщин гибнут от побоев, нанесенных мужьями. Теперь 12% подростков употребляют наркотики. Ну и так далее и тому подобное. И знаете, вот для меня еще очень важный такой момент, для меня лично то, что меня задевает, то, что сейчас жестокость не только по отношению к детям и женщинам, а жестокость по отношению к своим собственным престарелым родителям. Тенденция такая. Ведь сейчас очень много домов престарелых. Вот я, например, я выезжаю с обучающими тренингами и с терапевтическими в Абхазию, например. Ну это у нас есть такая, называется, культура без границ программа в рамках ФСБ, да. И вы знаете, там нет ни одного дома престарелых, ни одного интерната, ни одного детского дома. Понимаете, тенденция, она вот кто слабее того по отношению к тому и больше проявляется жестокости. Вот что самое ужасное в этой ситуации. Вот хорошо, вот это констатация. Да, констатация. Что дальше? Страшные цифры. Так. Общество все, как вы говорите, все взрослые, да? Но это же взрослые люди делают. Понимаете, я вначале, может быть, это проскочило так слегка, не зафиксировалось. Я вначале как раз говорила о том, что наши взрослые ведут себя не как взрослые. А в чем причина? То есть чего не хватает-то? Мозгов, ментальность такая. В чем причина? Не хватает некой единой системы. Понимаете? Чего? Системы чего? Вот смотрите, в основе жестокости лежат инстинкты. Выживание, да? Самосохранение, добыча себе пропитания, продление рода, да? То есть вот в основе этого лежат, собственно, основные инстинкты. Не хватает системы формирования регулирующего механизма, это система ценностей. Та, которая разрушена, а другой нет системы ценностей. То, что в семье формируется даже сейчас, вот в таких положительных, скажем, семьях, это то, о чем я говорила, это правила некие. Но эти правила перестают работать, когда ребенок начинает вырастать в подростковом возрасте, допустим. Он попадает в другую среду, и он тогда понимает, начинает проверять правила своих родителей. И что? Правила, оказывается, не работают. То есть он попадает в ситуации, когда ему бьют стекло битой. То есть российское общество без ценностей сейчас? Или они настолько девальвированы, что... Да, да, я считаю, что да. Что вот здесь, я про систему, если говорю, то я имею в виду здесь влияние власти государства. То есть то, что сейчас происходит, это, вот, например, то, что какие... Это тоже СМИ. Какие фильмы идут по... Вы знаете, я вам могу сказать, 90% СМИ контролируют государство. Я вам про это и говорю. То есть, значит, получается, что это политика государства, нанизывание вот этих вещей. Вы знаете, у нас вот недавно была рабочая встреча, называлась она «Психолог социолога библиотеки». И психолог из Республиканской детской библиотеки очень классную вещь нам показал такую. Он взял несколько книг, которые очень спрашиваемые в книжных магазинах. Книжки для детей дошкольного возраста. Ну, очень раскупаемая, да, книжка. Шалаева, вот, автор этой книги. И там, например, написано. Корова, домашнее животное. Она дает нам молоко, шерсть, кожу, мясо. Свинья. Это домашнее животное, которое дает нам мясо, кожу, из которой делают сумки, шьют сапоги. Овечка дает нам шерсть, и из нее делают дубленки. Это про что? Ну, про что это? Ну, про что? Ну, а вот с вашей точки зрения. Не знаю, я не буду догадываться. У нас нет времени. Вы говорите. Это про то, что как мы формируем вообще у детей ценности. Так. Что корова, она полезна потому, что ее можно убить и использовать ее на мясо. То есть ребенок еще не готов к этому. А ему уже дается эта информация. Ну, эта информация давалась, наверное, из поколения в поколение. Она в другой форме. Она в другой форме давала. Наверное, в более жесткой форме бороет. Я бы не сказала. Вы заговорили о каких-то таких опасных вещах. Собственно, о цензуре. Вы упомянули телевидение. То есть вы упомянули государственные... СМИ всегда крайние в этой ситуации. Да, всегда. СМИ отражают то, что происходит в реальной жизни. Ведь... Ничего такого подобного. Я тоже так не считаю. Вы где видели в государственных СМИ, чтобы они отражали реальность? Ну, в какой-то степени. Конечно. В какой-то. Это формирование сознания. Сознание, скорее, не кого. Ну, вот вы говорите о системе ценностей. Да, я абсолютно согласен в том, что у нас сегодня в России нет никакой системы ценностей. Но я абсолютно не верю в том, что ее может создать государство. Нет, подождите. А как система ценностей? Как же это смешно. Отношение к родителям. Отношение к собственным детям. Институт семьи. У нас что, вообще этих ценностей уже нет? Нет, ценности все имеются с ценностями. Как раз с тем набором, о котором мы говорим, о котором мы считаем, что у нас есть некая система ценностей. Они действительно существуют. И никуда не может быть такого, чтобы ценностей не было. Они есть. Только происходит на некоторых этапах извращение этих ценностей. И все эти проявления, они, конечно, являются результатом некой фрустрации, некого конфликта, который происходит на сознательном, на ментальном уровне. Вот когда мы говорим о, действительно, о воспитании, конечно, роль воспитания, роль школьного воспитания, роль семейного воспитания, роль средств массовой информации, она, конечно, безусловно, стоит на первом месте. И как они должны воспитывать? Конечно, прежде всего, они должны работать над тем, чтобы не допускать вот такого, когда, как снежный ком растет, вот эта агрессивная среда, агрессивная обстановка и так далее. То есть она продуцирует сама себя. Когда мы говорим о жестокости и принимаем ее, допустим, за некий шаблон, мы считаем, что такое вот агрессивное поведение не обязательно. Вот там пошел палкой, там кого-то побил, а просто вот человек выходит в общество и начинает себя вести таким образом, что он самоутверждается за счет того, что подавляет кого-то из окружающих. Пусть не всех, там отдельно взятых людей, там слабых, незащищенных и так далее. Ну вот получается замкнутый круг. То есть мы, семья воспитывает вроде бы как бы на нормальных ценностях, вполне приемлемых, вполне таких. Судя по цифрам Галины, там не все семьи. Вот это как раз результат того, что на определенном этапе вот эта ценность уже не находит своего подтверждения, она уже становится антиценностью. То есть я проявил, допустим, какой-то, ну, акт сострадания, доброты, там, милосердия и так далее. Мне общество говорит, ты слабак, ты лузер, ты этим ничего не добьешься, ты будешь всю жизнь потыкаться. Да, и каждый раз, когда ты будешь таким образом себя вести. Ну и, соответственно, существующим образом этот снежный ком растет, растет, и проявления, они, конечно, как метастазы, они будут происходить в самых неожиданных местах, даже вполне благополучных внешне. Будем иметь разные последствия. Давайте пообщаемся и с нашими слушателями. Это реально временно Финам.фм. Здесь в нашей московской студии Галина Чередник, психолог Степан Львов, социолог в ЦОМ, Владимир Козлов, писатель 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Наши средства коммуникации, один звонок, одно письмо. Вот в таком режиме мы с вами отработаем до конца этого часа. Вы в эфире, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости. Как вас зовут? Спасибо тебе. Очень понятное, ну, что-то непонятное, рок-клеворку вокруг да около. О чем мы говорим, когда министр образования Фурсенко главный вопрос образования поднял? Воспитать грамотного потребителя. Ужас. Спасибо. Да. Ну, материальное общество рождает и материальные потребности. Почему нет? Я, понимаете, я не хочу вот все сейчас складывать в одну корзину и пенять на государство. Я не понимаю, куда у нас ушла семья. Вообще то, о чем говорит Галина Чередник, это волосы дыбом вставить. Вот эти старики, дети, убитые дети. Убитые, подчеркиваю, две тысячи. Это вопросы к кому? К Фурсенко? При чем здесь Фурсенко? Вы вообще за что-то отвечаете, товарищи родители? Вот я отвечаю за своих детей персонально, вместе с супругой. Есть Фурсенко? Нет. Завтра другой Иванов Петров стал министром образования. Понятно, есть парадигмы. Если они меня не устраивают, я нанимаю репетиторов. Если это меня не устраивает, я меняю школы, я нахожу тот вариант, который меня будет устраивать. А у нас получается, а давайте все ножки мы на государство сложим. Путин во всем виноват. Отлично. Дальше что? Вот эти, сколько, два миллиона терпят побои? Да, 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 да. Государство виноват в этом? Государству можно предъявлять претензии, то, еще раз, о чем говорили сегодня эксперты, по поводу средств массовой информации, которые они подконтрольны. Вот мне тоже не... У меня нет претензий к частным телеканалам. У меня нет претензий к НТВ. Нет у меня претензий. Это частная контора. Но у меня большие претензии к ВГТРК. Контора, которая создавала кучу телеканалов, и непонятно, что за счет налогоплательщиков. Вот это вопрос. Но почему-то его никто не задает. Ну, в смысле, там, где должны их задавать. Посмотрим. Вот у нас говорят, что господин Добродеев может стать министром культуры России. Нынешний председатель ВГТРК. Но если это произойдет, посмотрим, что будет дальше. Много вещей. Я думаю, новое правительство, которое предполагается, возглавит Дмитрий Анатольевич Медведев, нам много сюрпризов преподнесет. Я не нападаю на вас. Я просто... Давайте договоримся прекратить вот это вот обвинение все в адрес государства. Где-то же мы, где вот это гражданское общество в конце концов. Да, действительно, гражданское общество. И вот два достойных представителя, которые вот сами сидят. И собственная ответственность. Это вот как раз... Имеющие разные позиции. И Галина, и Владимир. Да, действительно, это люди, которые сегодня находятся на переднем крае. И, конечно, я ни в коем случае не возлагаю на них ответственность за такую ситуацию. Но вместе с тем у моих коллег присутствующих сегодня есть все возможности для того, чтобы работать. Ну, я часть ответственности беру, то, что происходит. То есть то, что в моих силах я делаю, скажем так. Ну, то, на что я сегодня готова. Поэтому, если каждый возьмет какую-то ответственность собственную... Ну, да, каждый должен начать с себя. Родитель. Да. Просто к собственной маме, к собственному папе. Да, да. И дети по отношению к родителям. Кто скажет, кто... Есть какие-то субъекты, которые могут сказать конкретной маме, конкретному папе. Ты идешь в детский... Не наказывай ты своего ребенка. Это там, аукнется там потом в будущем. Кто это скажет? Школа не готова. Ну, то есть школа отказалась абсолютно. Средства массовой информации сейчас заняты совершенно другими вещами. Ну, замкнутый круг. Есть определенный замкнутый круг. Да, и интеллигенция. Интеллигенция — это всегда побуждающий мотив в любом обществе. Если она может сформулировать мысль, это одно. Нет, проблема. Ну, на мой взгляд, это вообще тема совершенно другого разговора. Другого разговора, согласен. Фархот из Оренбурга пишет. Я лично считаю, что жестокость мотивирована правовым нигилизмом. Чувство вседозволенности, безнаказанности. У нас просто творят вот такие чудеса, чудеса в кавычках. Вот те люди, в выложенном вами видео, твердо уверены в своей беззаконности. Ну, речь идет вот о ролике из YouTube. Нет, они не в своей безнаказанности убеждены. Они убеждены в том, что они поступают так, как требует того. Ситуация. Если не ситуация, это нормальное поведение, на взгляд того, что кто себя... Степан, мы не можем за них отвечать. Мы не можем сейчас сказать, чем это объясняется. Или тем безнаказанностью, или их способом выживания и моделью поведения. Мы не можем за них отвечать. То есть здесь я с вами не согласна. 65 10 99 и 6 финам.фм. Владимир, вы участвуете, да, в разговоре? Не ждите, когда я вам скажу, что вы думаете. Письма на финам.фм, звонки на 65 10 99 и 6. Вы в эфире. Алло. Здравствуйте, Сергей. Мне 41 год. Я взрослел как раз, когда был моральный кодекс строя для коммунизма. И должен сказать, что нас воспитывали на книгах в школе. Васёк Трубачёв и его товарищ, наверное, помнят. Тимурова команда, в котором было уважение к старшим, к окружающим. Сейчас нет такого уважения. И, на мой взгляд, я не согласен с Владимиром. Скорее, проблемы не у моего поколения, а те, кто пришли чуть позже, когда развалилась старая система ценностей и не стала новой. Но, с другой стороны, они видят, как относится и власть к нам, которая не уважает меня как налогоплательщика. Я простоял сейчас больше часа в пробках, когда ехать 15 минут. Почему? Перекрывают. Если ко мне власть относится без уважения, люди, которым я плачу зарплату своих налогов. И тысячи людей, стоящих вокруг меня, платят им зарплату. И о каком уважении к окружающим и к ближнему можно, если можно к вышестоящим органам? Извините, а нас перебью? Да, спасибо. Дело в том, что с тем, что вы последнее сказали, трудно не согласиться, но я сам принадлежу к этому поколению. И там совершенно другая ситуация. Да, в школе изучали эти книги. Да, там все это, все было так. Кодекс строителя коммунизма. Но когда человек выходил из школы на улицу, он видел совершенно другие противоположные вещи. И все эти книги про Васька Трубачева там или Тимура и его команду, они выглядели фальшу. И даже те ребята, которым не хватало интеллектуальных способностей, они все равно чувствовали это, что все эти ценности ерунда, что это фальшь. И поступали совершенно руководствуясь своими инстинктами. Поэтому я не согласен, что какой-то там кодекс строителя коммунизма, строителя капстоизма. Но потом на самом деле сейчас книг огромное количество. Более интересных, чем наше советское прошлое. Подождите, я здесь тоже не согласна. Здесь опять две позиции. Точно так же, как в позиции Степана. У вас своя позиция, а тот человек имеет право на свою позицию. Да, Сергей его зовут. Да, Сергей. И, кстати, я хочу пригласить вас на Библионочь. В нашей библиотеке будет проходить с 20 по 21 января. Ой, апреля, господи. Это как раз про Советский Союз. Там будут и книги, иллюстрации, и барды, и песни, и ретро-машины. То есть... Говорим, все замечательно. В Советский Союз мы никогда уже не вернемся. Никогда. Это не про Советский Союз. Это про ресурс, от которого мы отказываемся. Да, это такая вот сейчас гламуризация, приукрашивание советского прошлого, как будто там было все великолепно. Здесь я с Владимиром больше согласен. Потому что я не хочу туда возвращаться. Я не хочу, чтобы мои дети туда возвращались. У них и так уже сказка сейчас. Папа, а в Советском Союзе было вот так вот? Я говорю, жрать было нечего. Вот чтобы было всем доходчиво и понятно. Или когда ради того, чтобы купить два тюбика шампуня, значит, я стоял на первом этаже ЦУМа, а на четвертом его продавали. Вот мне тоже этого не надо. Я согласен, что маятник коснулся в потребительское общество. Может быть, очень резко. И про те же самые книги. И про те же самые книги, да. Тимур и его команда. Но что книга доказывает, она, основная мысль этой книги, добро должно быть с кулаками. Сегодня мы руководствуемся этим принципом. Те, кто бьет стекла по своих соседей на дорогах, они тоже считают, что добро должно быть с кулаками. Надо наказать человека. Раз государство не наказывает, у меня есть все возможности. И я не боюсь наказания. Я действую так, как считаю нужным. И как общество, в принципе, в обществе это не считается аморальным. Вот такое вот поведение. Агрессия порождает агрессию. Агрессия порождает агрессию. Зачем отказываться от прошлого? Нужно брать оттуда ресурс. Собственный ресурс выживания. Понимаете? Не критиковать. Не верю я, честно говоря, в то, что из советского прошлого можно взять что-то хорошее. Опять-таки, ведь это была главная проблема. То, что на словах было одно, а в реальности другое. И когда человеку говорят, вот, надо быть хорошим, надо там не обижать слабого и так далее. А подростковая среда вся существует по принципу, кто сильнее, тот и прав. Все, вот на этом мы точку поставим. Вот именно в этой части разговора продолжаем дальше. 65, 10, 99, 6, финам.фм. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, Алло? Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Александр. Две вещи. Первое, прозвучало в разговоре два понятия политкорректность и толерантность. Простите, говоря про ту же дорогу, да, вот, видя на, вот, сам вожу автомобиль, видя на дороге, так сказать, кое-гости из Кавказа, да, который творит на этой дороге все, что хочет. Я к нему политкорректным и толерантным быть не собираюсь, да, вот, собственно, и вопрос, что имели ваши гости в виду под этими, да, понятиями. Я не собираюсь быть политкорректным к этим, вот, попробовали бы они у себя, вот, быть такими, вот, так себя вести, как здесь. Их бы там, ну, это уже другое, это первое. Второе, чтобы время ваше не тратить. И второе, вот про школу говорим, да, был разговор поднимался о том, чтобы вести, скажем, чтобы батюшку пустить в школу, да, чтобы православный батюшка пришел, детям что-нибудь рассказал, вот, что в этом плохого. Он детям расскажет про милосердие, про вечные истины, да, какие-то, про, там, не убей, не солги, не то, не сё. Вот, это же вложит, я думаю, это лучшим образом скажется на воспитание наших, ну, на воспитание детей. Вот, вот эта школа вносила бы вклад. Нет же, вы же сами потом скажете, что ваши гости, наверное, скажут, это не политкорректно, к евреям, к мусульманам, к тем, сям, пятым, десятым. Почему мы в своей истинно православной, ну, в своей традиционно православной стране не можем пустить батюшку к нашим детям? Да, здесь дело не в этом, по-моему. Да, да, Александр, спасибо большое, спасибо за вопросы. Да здесь же дело не в этом, по-моему. Владимир Козлов. Опять же, церковь, которая сейчас, православная церковь в России, это некий институт государства, причем институт коррумпированный. Не хочу сползать, сейчас мы, если сейчас туда сползем, вот на этих последних всех событиях, да. А батюшка расскажет про милосердие и толерантность, а во всех там газетах, в интернете прочитают про часы за 30 тысяч долларов. Совершенно разная вещь. Есть такая проблема, Степан, по поводу политкорректности. Про политкорректность и толерантность, конечно. И конкретного примера, кто, что был приведен Александром. Я тоже водитель, и бывают такие, конечно, ситуации, но что поделаешь. Но большинство, все равно 95% тех, кто ведет себя по-хамски на дорогах, это наши сами сограждане, они приезжие товарищи. И относиться к ним, вот, к хамам на дорогах только потому, что они там ездят на жигулях, и у них там, как бы, непохожесть какая-то внешняя, то, конечно, это, мы, наверное, не придем к такому пониманию толерантности. В толерантность она происходит не из-за того, что ты потом окажешься там в слабой позиции, да, и окажешься, ну, как бы, лузером будешь выглядеть, если ты проявишь там какое-то там... Уважение. Уважение. Дело не в уважении, если, допустим, нет у общества такого заряда, такого, чтобы люди относились к хамам на дорогах с осуждением, ну, потому что это происходит, потому что чаще всего это сходит с рук. Большинство не замечает этого и, скорее всего, повторит такие же действия, да, хамские, там, агрессивные. Жестокие по отношению к другим, конечно, ничего, ситуация не изменится, если каждый сам себя не начнет. Я соглашусь со Степаном, и единственное, что добавлю Александру, вы знаете, что касается религии, православии, безусловно, для нашей страны, так исторически сложилось, это православное христианство, у меня дети ходят в воскресную школу, вот и все, я не жду от государства, ну, то есть, вот, понимаете, вступать в эту полемику, должны приходить батюшки, не должны приходить батюшки в государственную школу, я не хочу. Если я как отец считаю, что моим дочерям это необходимо, я решаю этот вопрос, я думаю, Александр, вы также решаете этот вопрос. Но вот так сложилось, да? Чего ждать манны небесной от этих господ? Вечер добрый, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Наталья, я психолог, и мне кажется, причина отчасти в нашей культуре. Так. И мало слушаем друг друга. У нас нет в культуре привычки выслушивать ребенка, выслушивать общество, и абсолютно проблема. А травм в нашей истории было очень много у народа, у людей, вот. И мы этого очень многого не слышим друг от друга, и поэтому ощущаем себя разрозненными единицами, постоянно боремся друг с другом. Такое мнение. Наташа, подождите, а выход-то, выход какой? Выход, как вот сказала наша гостья, на всех уровнях системно создавать такую возможность. И сейчас за границей, например, очень много и дотаций выделяется, чтобы работать с обществом, выслушивать болезненные какие-то моменты, высказывать. И тогда уровень этой агрессии будет снижаться, потому что человек будет чувствовать себя услышанным, значимым и так далее. Да. Стараться делать это на всех уровнях, во всех сферах, начиная с семьи и заканчивая социальными какими-то проектами. Спасибо, Наталья. Я за психологов. Я за то, чтобы люди туда шли. Я за православных батюшек, если они будут разъяснять, прививать нравственные ценности. Я за все. Понимаете? Но когда я получаю письмо, Петр мне пишет. Юрий, неужели вы не понимаете, что корень всех проблем является равнодушием нашего общества? Общество кто? Мы. Это не абстракция. Это мы с вами. А дальше вы пишете. Абсолютно справедливо, Петр. А также коррумпированная власть, которой кроме своего кармана больше ничего не нужен. А можно мне задать ответный вопрос Петру? А как... Но правда, ответа не получим. Ну, пусть это будет так. А как он сам проявляет участие в жизни других людей? Он говорит о том, что мы равнодушны. То есть он равнодушен? Или он не получает ответ на какую? Или сосед? Или коллега по работе? Про кого вообще это? И насколько он сам готов участвовать в жизни других людей? Для того, чтобы получить ответ, нужно самому вложить в это свое участие. Вот на этой фразе мы и поставим точку. Спасибо огромное. Галина Очередник, Степан Львов, Владимир Козлов. Реальное время. Финамо. Финамо.